банки франции так вот доходы французского ввп это 10 процентов ввп это поступление от колонии но это еще поступление прямые там же еще косвенных не мере когда французские компании где-то разрабатывают там сидят когда кредитуют потом последнее время то уже у нас колониализм стал более просвещенный то что сейчас сделали в молдаве то что сейчас делают на украине то чтобы сделали больше во всех остальных то есть то что раньше обкатали в африке то есть создается внутренняя администрация это внутренняя администрация сама грабит свой народ и она сама эти деньги складирует в метрополии и потом через какое-то время когда уже народные возмущения становятся там до предела следующий сметает старый режим старый режим переезжает в европу а этот соответственно опять начинает грабить и в этой ситуации они себя освобождают от огромного количества проблем то есть не надо никого нигде грабить все сами причем причем ты знаешь есть такая ну то есть чтобы просто как пример в принципе все европейские страны имели всегда колонии и когда польша стала после первой мировой войны самостоятельно она потребовала у европы чтобы и выделили колонию в африке потому что она понимала что без этого есть жить будет очень сложно многие караева конечно послали на три буквы но вот например такой яркий пример который в принципе знают все европейцы это бельгийский пример не был такой король назывался леопольд по моему 3 леопольд 3 и он у них проходит под кличкой леопольд щедрый я сама это были такие тоже бебеня европы и там все было очень грустно так вот чем он занимался когда началась вот эта вот автомобильная эра и ну там резиново автомобильная эра и тогда стала востребована каучук а как раз у него по моему это было комбельдийская конга вот был там были основе каучуковой плантации они принадлежали королю и дальше они ввели такой но для того чтобы повысить доходность всего этого дела они ввели такой норматив что каждая деревня должна была вам сдавать определенное количество каучука если они не сдают то тогда на ту какую-то разницу какой-то определенной пропорции значит отрубают руки младшему ребенку в этой семье понимаешь да мы об этом как бы не сильно знаю и дальше началось по результату всей эпопеи они сократили население почти в два раза но и там доходил до того что деревня номер не сдает этот план надо сдавать руками они бегут соседнюю деревню отрубают тем ведь и вот такая вот у них каша было и он в этом конга назывался леопольд кровавый да но они то на этом поднялись старые европейские деньги они все таки и эти ребята нас нам запрещают ковыряться в носу да знаешь анекдот если их поковырять они все такие понимаешь и поэтому когда они начинают чему-то учить и зная что за ними стоит и сколько они там всего натворили то как бы прислушаться к им к их словам надо очень скептически вообще по идее надо гонять санными тряпками пока не спотеют вот и поэтому вот когда все вот эти вот технологии африканские латиноамериканские прокатили в на украине для всех был шок меня родственники белорусы они говорят да не у нас такого быть не может у нас такого быть точно не может но белорусы не такие да да и это эпопея да и они все тоже в шоке как это произошло да мы же не такие да мы же да а перед этим была твоя молдавия перед этим было грузии моей молдавии когда у них только зашаталась в украине я всем своим знакомым соцсетях писала что будет ребята куда вас толкают прямо да что ты мне говоришь да вы молдаване дурные потому у вас так произошло но мы-то его понимаешь мы же вот какие шумеры мы у нас такого не будет а нам до этого внушали что мы даким его понимаешь у нас будет держали вы всех там крутили и вам все должны все классика жанра то есть это правда она работает и она работает у нас произошли все европейцы поэтому европейцы здесь с нетерпением ждут нас обратно потому что мы мы прародители практически этого европейства вот такое говорили нам понимаешь у меня шатались конечно мозги ну что делать слушай но сейчас у них конечно схема стала похитрее вот если так вот посмотреть и и сейчас с этим пытаются бороться поляки и украина тоже с этим борется там схема сейчас следующий для того чтобы захватить при государства и не сильно напрягаться впоследствии содержать его и чтобы они все делали сами и сами в зубах все приносили надо первое сначала конечно свобода слова то есть это первая фишка такая ну как бы ложный такой лозунг что такое свобода слова это значит все начинают говорить все что считают нужно но есть нюанс как том анекдоте потому что как только вы объявили свободу слова и кажется могут все говорить все что хотят но кванта заходят крупные структуры сми которые имеют опыт которые имеют финансы и свобода слова это очень дорогое удовольствие и те сми которые будут говорить правду они никогда не выдержат конкуренции с тесьми которые придут с этими большими дядями а дальше схема такая для того чтобы управлять этим государством надо чтобы были элита была под контроль на тебе но так как элита может взбрыкнуть потому что вдруг они там он спал спал проснулся подумал да на хрена я же патриот я сейчас буду все делать наоборот чтобы у него этого не было его надо очень легко менять но менять надо таким образом чтобы народ не поднялся с виллами сказать да вы знаете он парень хороший мы за него там всех порвем вот надо чтобы они наоборот порвали его и дальше получается красивая схема за за свобода слова свободные сми кто контролирует сми тот контролирует демократию здесь небольшое отступление знаешь марку марка твена 1871 году у него вышел такой рассказ как я выбирался в мэр нью-йорка не читала да вот там все что было с трампом прям один в один все что везде происходит в один в один это было извини 1871 ничего не изменил вообще не меняется просто средства донесения да там если раньше были газеты и радио то сейчас интернет и и понимаешь у кого есть деньги то есть сми это всегда очень дорогой ресурс и и чтобы его содержать надо иметь сумасшедшие деньги и вообще в мире 5 крупных корпораций содержит почти 90 процентов сми всей планеты поэтому надеяться что-то там придется с честным словом и красивым краса правописанием и кому-то что-то может доказать хрен там потом заходят сми сми контролируют демократию если раз они контролируют демократию значит вы сможете выбрать того кого будет рекламировать сми а дальше есть цепочка механизмов которые позволяют тебе контролировать этот процесс от сбоя следующего в этой цепочки должно должен быть следственный комитет антикоррупционный комитет они все называли и ониva называют его как ребята у вас он коррупция у вас на такая жопа что он вы знаете мы должны контролировать это потому что мы все честны и посмотрите на ваши глаза то есть они делают независимый коррупционный комитет который все контролирует и следующая последней позиции это будет уже независимый суть потому что у вас сут коррупционный, а вот мы будем контролировать, потому что мы же богатые, вы же видите, мы же все своим трудом. По пластике, захватываем газеты, в смысле типографию, суды, да, и это антикоррупционный комитет, это практически следственный комитет. Все. Как только эти триады в ваших руках, эта страна людям своим не принадлежит. Вы благодаря СМИ выбрали своего человека, этот человек у вас уже находится на крючке, потому что он уже где-то засветился. На него уже есть компромат. И как только он становится, где-то попытается сделать что-то патриотичное, у него проснулась совесть, он говорит, ребята, я сейчас буду делать все наоборот. В этот момент всплывает компромат, СМИ его, соответственно, публикует, антикоррупционный комитет приходит, разбирается, даже если там ничего не было, он найдет, и он приходит в свой суд, и даже если ничего не было, суд ему даст дыню. И народ весь будет говорить, вау, это классно, потому что это честно, вы что, он же коррупционер, наконец-то мы его посадили. Эта схема работает безотказно. Вот сейчас посмотреть, вот то, что, например, поляки еще буквально, по-моему, полгода назад, у них там битва была, когда ЕС хотелось, чтобы суд был по европейским законам, и подчинялся там, имел какую-то, или там выбирались судьи через Брюссель, или еще что-то такое. Поляки бились смертным боем, потому что суд в этой триаде уже последняя точка. Если суд будет под высшим управлением, все, полякам ничего не принадлежит. То же самое вот сейчас идет битва, там, конституционный суд, вот это все-таки создали они этот следственный комитет, это все та же самая схема. Местные олигархи пытаются биться, но они точно все проиграют. Так что вот как только эта триада складывается, все, страна переходит 100% в колонию, и ничего хорошего там уже никогда не будет. Поэтому вот в этой ситуации, вот то, что я так вот наблюдаю, и я, честно говоря, абсолютно убежден, что Беларусь пойдет тоже по этому пути. И вот когда там вот был у нас по Беларуси, сейчас по Беларуси там вот последнее вот этот у них был как собрание национальное, и там была такая девушка, Конопадская, по-моему, которая выступила с интересным с интересным, главное ей дали выступить, она выступила, и после этого, или когда она выступала, трансляцию закончили, но ее текст все равно есть. Причем все уже это обсуждают, а текст следующий. Она сказала практически следующее. Она сказала, что да, это съезд победителей, победителей, то есть тех, кто, значит, за батьку. Мы, те, кто были против, мы проиграли, мы это признаем. Это, то есть, получается, она выступает со стороны оппозиции. Мы признаем наше поражение, но мы хотим сказать о том, что наше поражение в том числе обусловлено тем, что во время, до выборов, во время выборов, после выборов во всех этих мероприятиях участвовали административные там и финансовые ресурсы нашего восточного соседа. И из-за того, что вот это все произошло, Беларусь понесла серьезный убыток, который выражается в миллиардах долларов. Ты не читал это? Не читал ее выступление? Нет? О, да ты что, это интересно. И она говорит дальше, смотрите, участвовали россияне, страна из-за этого всего, что было, потерпела огромные, многомиллиардные убытки в долларах. И поэтому мы бы хотели, чтобы наше правительство обсудило с Россией вопросы компенсации тех миллиардов долларов, которые мы потеряли в результате вот этих вот всех выборов. И если вдруг Россия откажется, то надо рассматривать вопрос об отзыве нашей подписи под союзным договором и дальше все эти вопросы выносить в суд. Есть нюансы? Они следующие. Это девушка, вообще-то дочь одного очень крупного долларового миллионера, который находится, а долларового миллионера в Беларуси невозможно быть, если ты находишься в конфликте с государством. Ну, как девушка, она там женщина уже. И плюс ко всему прочему, именно она, по-моему, года четыре или пять, когда у нас там был Бабич, представитель президента в Беларуси. И на каком-то тоже таком-то собрании эта же девушка выступила с каким-то там предложением, Бабич ей ответил, после этого был межгосударственный конфликт, Бабича отозвали в Москву. То есть это такая девушка-провокатор. И эта девушка озвучивает не свое мнение, потому что для всех понятно, что просто так в Беларуси нахрен бы куда там вылезла. И это говорит о чем? Что батька начал прощупывать вариант о том, как бы отказаться от союзного договора и еще срести какие-то деньги. Ну, это как бы вот одна версия. А вообще основная версия следующая. Значит, у батьки получается достаточно серьезный дефицит. У него даже официально дефицит бюджета, то есть ему не хватает денег на его расходы, где-то около полутора миллиардов долларов по этому году. Но, судя по всему, он должен быть значительно больше, потому что его с восьми уронили до трех, у него все равно должен быть дефицит где-то в районе, ну, хотя бы трех миллиардов, ему этих денег не хватает, чтобы закрыть все дыры. То есть, если этих денег он не получит, ему надо либо заниматься девальвацией, то есть еще ниже упадет этот белорусский рубль, и значит, большинство товаров вырастет в цене, либо ему сокращать какие-то социальные программы, они и так у него, в общем-то, знаешь, дышат наладом. И, судя по всему, он получил ответ предварительно, он уже должен с Пучиной встретиться, и, судя по всему, просить там деньги. И они, видимо, там провентилировали, им сказали, ребят, пошли в жопу, больше ничего давать не будем, как бы вы самостоятельно государство, самостоятельно и живете. И тут батьки. То есть, и он, соответственно, сказал, ну, если нам не дадут, то, знаешь, там получается такая вот диалог очень примитивный с точки зрения бытового. То есть, он был, может быть, сложным в реале, но вся логика очень простая. То есть, дайте денег, пошел в жопу, я откажусь от социального, от союзного государства, да и флаг тебе в задницу. Приблизительно вот так это было совсем коротко. После чего у батьки, естественно, истерика, все знают, что он очень быстро вспыхивает, у него сразу рвется и бежит. И, соответственно, дальше выходит эта девушка, которая начинает сейчас озвучивать вот такую вероятность событий. И в бытовой логике это приблизительно похоже, знаешь, как жена прибежала к мужу или, не знаю, будущая невеста прибежала к жениху, начала ему трясти какие-то деньги, еще что-то, еще что-то. Ей сказали, да ты надоел уже, все, иди лесом, я с тобой больше жить не буду. Ах, ты меня бросаешь, да это я тебя бросаю. Ну, знаешь, и пошло-поехало. Вот сейчас это получается песня такой, знаешь, брошенной жены, которую поймали на измене, на транжирстве и так далее, и так далее. И сейчас батька запустил вот эту тему, чтобы как бы озвучить эту угрозу уже публично. Так что впереди там... Он же любит Россию пошантажировать, понимаешь, он опять пошел той же дорогой шантажа, понимаешь, и вот опять... Слушай, ты мне одно скажи, зачем сохранить... Вы напомнили батьку, вот почему его поддержали россияне, ну, правительствами? Слушай, знаешь, так есть выражение, назло бабушке отморожу уши. Да, есть такое выражение. Ну, скажем, ты видел когда-нибудь отмороженные уши, нет? Нет? Я тебе скажу, это жуткое зрелище. То есть, ну, потому что я на севере служил и именно наблюдал. А, я так в теплых краях. Да, ты просто не представляешь. Это жуткое зрелище. Ухо распухает, вот такой пельмень здоровенный, красного, багрового цвета. А вот с него слезает кожа. Если он отморожен очень серьезно, там еще, ну, пах... Ну, то есть отмирающая плоть. Запах сама понимаешь, да? То есть отморожить уши – это жопа. А вот, и при некоторых ситуациях их просто отрезают, потому что если уже, ну, слишком поздно. Так вот, мы, как та бабушка, вот когда, знаешь, внук, вот я отморожу уши, вот вы там обоплачетесь. Так вот мы понимаем, что да, уши-то он отморозит, но обратно он их потом уже не пришьет. И поэтому бабуля говорит, ну, ладно, блин, давай хоть немножко там как-то. Что-то хотел конфету, ну, на тебе конфету. Иначе, правда, отморозишь уши, а потом будешь ходить без ушей, как дурак. Вот где-то вот это вот присутствует. Но это так, чисто эмоционально. Но мое ощущение первое, что решения все уже приняты, батьке никто помогать не будет, с дотацией его постепенно будут снимать. Шоковая такой терапия, знаешь, когда сразу раз все обрубили и жопа, такого тоже не будет. Поставили эту атомную станцию, и она уже начинает у них генерировать положительный финансовый поток, что очень удивительно. Прибал там кричали, мы ничего не купим, мы ничего не купим. В результате, по-моему, 120 миллионов долларов там в месяц она уже им генерирует. То есть им дают какой-то источник дохода, который будет их поддерживать на плаву. И как следствие, понемножку они будут, знаешь, как лягушку варят медленно, она ничего не замечает. То приблизительно вот такое будет плавное падение. Но сейчас после вот этой вот фразы этой девушки, она провокатор, что это типа нашего Жириновского, который озвучивает всякие мысли государства, которые официально озвучить нельзя, но кому-то что-то донести необходимо. Так вот, и после выражения этой девушки о том, что они там выйдут из союзного договора и все остальное и прочее, я думаю, что, наверное, процесс сильно ускорится. Знаешь, как у украинцев. Все думали, что они будут падать 10 лет, они за 4 года сделали 10 лет, то есть с такой скоростью. Они за скоростью летели вниз, чтобы даже нас обогнали. Да, понимаешь, то есть никто не думал, все думали все-таки разумное какое-то начало есть. И я думаю, что вот по Беларуси, наверное, будет что-то аналогичное. Потому что это высказывание на таком высоком уровне, причем которое транслировалось, потом еще этот Лукашенко задал нашему послу, ну не хочешь ответить? После ее вот этого выражения, с юмором, не хочешь ответить? Говорит, не, я не хочу. Понимаешь? И для всех стало понятно, что первое, попытаются опять просить деньги, и если денег не дадут, то ребята, все, любовь закончилась. Знаешь, как у проститутки не заплатил, все, девушку не получал. Вот приблизительно такая политика. И смотрел здесь недавно, знаешь, есть такой Владимир Трухан, не знаешь, не смотрела? Один раз, но мне тяжело его смотреть. Да, ну знаешь, у него бывают иногда стримы такие очень интересные. Самое интересное, что у него проскакивает очень такая иногда очень редкая информация, о которой не думаешь. Он, конечно, такой, знаешь, матершинник и циник, очень большой. Но у него в стримах все время, он сам белорус, у него все время в стримах проходит, что идите к нам, идите к нам, идите к нам. Вот здесь, я думаю, он сильно ошибается. Потому что интеграция Беларуси настолько будет дорогой, и все равно там вот этот вот вирус, взмогарство, он уже там присутствует. Причем, да, причем процент довольно большой, и это такая, такие, знаешь, ну взять, как партизанские отряды, понимаешь? Черт его знает, как оно там будет. Знаешь, если брать историю партизанского движения, партизаны из них были хреновые. То есть, немножко вернуться, вот просто. Сначала создавали все эти подпольные ячейки, создавали там склады оружия и так далее, и так далее. Немцы пришли, местные товарищи всех-всех сдали. Поэтому вот эта вся партизанская структура, которая создавалась перед войной, она рухнула буквально в течение полугода. И потом уже туда инфильтровывались специальные отряды, которые выбрасывались, там были командиры, там были средства связи, были системы коммуникации и так далее, и так далее, и так далее. И вот тогда только начались партизанские отряды. До этого момента все сидели на жопе ровно, никто ничем не занимался. Там даже был один партизанский отряд, где-то на границе с Польшей, там были все евреи, сбежали в лес. У них там было чуть ли не полторы тысячи, они сидели. За все время сидения в лесу не было ни одного боя столкновения с немцами. И потом они начали рассказывать, что они типа эти, как его, ветераны партизанских действий. И наши просто подняли архивы немецкие. Ну, там есть архивы боевых сводок. И в этом районе вообще ничего не было. Вообще ничего. То есть они грубо сидели в лесу и грабили местное население, бегали там у них что-то выпрашивать. Со всеми там этими криминальными эпопеями. Поэтому здесь у них есть иллюзия, что мы там белорусские партизаны. Знаешь, как Майдан не начинается просто так, так и белорусские партизаны сами по себе не начинаются. И для того, чтобы там было нормальное партизанское движение, там надо очень сильно постараться и вложить приличные деньги. Это раз. Второе. То, что вот они там сейчас начинают, мы там потомки литвинов, и мы там были такие великие-великие-великие. Ну, здесь надо, в общем, сказать, огорчить. Да, очень их огорчить. Суть. Потому что, если взять эту историю очень нагреперно, то у них же там получилось как? Да, княжество, великое княжество литовское было мощной структурой, и она занимала эту территорию. И потом объединилась с речью, ну, стала речь посполитая, там все вместе. И речь посполитая, это была меньше и вдохлее, и по большому счету речь посполитая к ним примкнула для того, чтобы противостоять немцам. То есть Польша на тот момент была слабым таким сопливым союзником, а эти были монстры. По результату Польша всех себе подчинила, и все практически если взять все роды вот этих белорусов, которые на той территории были, это все поляки. И вот знаешь, когда есть выражение «зады», «зады» это как раз вот эти вот ребята, которые сейчас у нас белорусы. И когда кто говорит, мы там наследники Великой Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, ребята, там этих семей, которыми можно гордиться, ну, потому что они были богатые. Там, дай бог, сотни, а все остальные это были рабы, ну, то есть это были крепостные. У них там по тысяче, по десять тысячам крепостных было. А вообще, чтобы не фантазировать на эту тему, есть интересная работа. Вот когда был второй раздел Польши, и Российская империя присоединила к себе польские территории, Екатерина столкнулась с тем, что на этих территориях разозлился мощнейший голод. При всем том, что в соседней российской территории голода нет никакого, а на этой территории сумасшедший голод. И она туда послала Державина с инспекцией, и дальше он должен был написать рекомендации, что он делает дальше. Вот эта эпопея вся прописана у Солженицына, в его книге там сто лет в месяц. Он там, в общем, про евреев больше пишет, но там вот эта вот поездка Державина, она там озвучивается. А я читал, как бы уже почти весь этот отчет, мне там хватило времени, но не полностью. Если Риппер, там получается следующее. Когда Державина туда приехал, он столкнулся с чем? Что поляки вместо того, чтобы заниматься своими поместьями и там угодьями, они все танцевали польку иеньку там по этим, по дворцам, по Краковам, по Варшавам. А вместо них управлением их имениями они нанимали евреев на определенный, ну, в принципе, это был как бы, как я сказать, на определенный доход. То есть берет там еврейская диаспора, какое-то поместье и обещает там этому пану платить там по 300 рублей в год. Таким образом, вроде бы нормальный день. И дальше делает, что хочет. И вот когда Державин проехал по всем вот этим окрестностям, а это была как раз наша Белоруссия, там западная Украина, и он увидел одну особенность. Первое, что эксплуатация крестьян была сумасшедшая, и эксплуатация крестьян шла через их спаивание. То есть в каждой деревне или в каждом там поместье была винокурня, и народ спаивали, спаили его всю зиму. Он пропивал свой будущий урожай и впоследствии этот урожай отдавал обратно управляющему, причем были даже магазины, которые там было все в три раза дороже. И это было повсеместно, и причем самое интересное, на лобном месте этого поместья стояли колы. И на них обязательно кто-то сидел. И это было конец 18 века. И он там просписывает все вот это вот Державин и пишет, что первое, что они потребовали там в обязательном порядке, значит убрать вот эти все виселицы и колы воспитательные. А вот потом запретить винокурню во всех вот этих вот поместьях. То винокурни должны быть только в определенных местах, и то там надо получать, ну типа лицензии, еще что-то. Еще там, в общем, целый ряд мероприятий. И по всем этим мероприятиям, то есть до этого, вот эти все районы, это были районы очень жесткого такого, знаешь, угнетения местного народа. И этот местный народ как раз и есть наследники наших белорусов. Поэтому, когда они говорят, что мы там кто-то чего-то, ребята, лучше туда не лезть. Там будет сплошной позор и не дай бог чего. Знаешь, есть такая притча интересная по этому вопросу. Сидит дедушка старенький на заваленке, смотрит на заходящее солнце, прибегают к нему внуки. Говорят, дедуля, блин, да ты что, оказывается, ты друг графа. Да, вы что, а кто сказал? Бабушка наша рассказывает. Ну, и что она говорит? Ну, как говорит, ты жил с ним в одном доме, ты с ним питался одинаково, у тебя была красивая одежда там с золотом расписанная, и вы с ним занимались спортом вместе. Он говорит, ну, в принципе, да. Да, я жил в его доме, там под лестницей у нас была коморка, там нас пятеро этих дворецких жило. Да, у меня была красивая одежда с голунами. Да, мы ели то, что он не доел, то есть, в принципе, из одной тарелки. Ну, и когда ему было скучно, он нас порол. Так что, типа спорт. То есть, скажите бабушке, что она права. Понимаешь, вот сейчас вот это вот по Беларуси и начинается. То есть, они начинают себе искать те сказки, которые не являются правдой, но из-за этих сказок у них будет очень большая попа боль. Да, в принципе, перспектив как, скажем так, себе. Не, а перспектива там какая? Ну, первое, ну, там написали мне некоторые, что вот Беларусь, там одно, второе, третье. По большому счету, Беларусь сейчас деградирующая, с точки зрения технологий, это деградирующая страна. Что у них там есть? Нефтехим, но нефтехим весь зависит от нашей дешевой нефти. Не будет дешевой нефти, он будет неконкурентоспособен. Логистику у него хреновая, потому что он находится далеко от портов, и если перевозить ему что-то этими железнодорожными составами, то, в принципе, у него экономики не будет. Нефтехим очень под большим вопросом. Аналогичный нефтехим в Голландии, там потом во Франции все эти нефтехимические комплексы разорились, они не смогли с нами конкуренцию. У нас все осталось, у них нет. Ну, там еще и зеленые постарались, но с нефтехимом там очень большой вопрос. Дальше калийные удобрения, ну да, сейчас они демпингуют очень сильно, но калийные удобрения есть и у нас. Сейчас то, что они получают по калийным удобрениям, этой валютной выручки не хватит для того, чтобы содержать такую большую страну. Дальше Гродненский азот, ну, удобрения, ну, тоже там не сильно большая доходность. Что еще? ВПКшные все технологии, которые существуют, мы их точно там не оставим, потому что у нас есть Украина, которая показала, что потом нам приходилось срочно всем этим заниматься. Практически все ВПКшные технологии, они для нас не критичны. Украина была значительно критичной. Там были судовые двигатели, там были вертолетные двигатели. Мы все это, ну, местами с нуля все подняли. Вот нам хватило шесть лет, чтобы полностью заместить Украину. Для того, чтобы заместить все ВПКшные технологии, которые есть в Беларуси, я думаю, там, я думаю, что мы уже этим занимаемся, так что для нас это вообще не критично. Я вот с кем не разговаривал, никто как бы не считает, что это прям вот трагедия, трагедия. Дальше что у них? Тракторный завод, он очень слабый. Амкадор, есть уже совместное предприятие в России, то есть перенести, ну, это тоже трактора, там, грейдеры, все это такое, ну, ни о чем. БелАЗ. Но БелАЗ нужен только нам. Больше его там в единичных экземплярах покупает еще кто-то, значит, дальше только останется сервис и ничего нового, в принципе. Если мы выходим из союзного государства, все, БелАЗ рушится 100%. Он будет, наверное, еще что-то поддерживать, какие-то запчасти делать, может быть, какие-то ремонты делать, но ничего уникального нет, тем более, что сейчас у нас есть этот такой большой развивающий такая компания, называется Тонар, который уже делает и 50-тонники, у них там они разрабатывают и 100-тонники, плюс мы КАМАЦу сделали, ну, совместное предприятие где-то в Сибири уже запускается, а это прямой конкурент БелАЗа. То есть БелАЗ вообще. И дальше МКТ, это вот эти вот многолосные специальные тягачи, которые таскают наши ракеты. Ну, там тоже, если мы из этого выйдем, то по большому счету МКТ загнется, потому что он больше никому не нужен. А если они как-то все-таки извернутся, и вдруг приходит такой лидер пророссийский, пророссийский, и раз, и такие, все, мы за соединение, мы за присоединение, мы за одно государство. И вот как думаешь, Россия пойдет на это? Слушай, я думаю, что нет. Я объясню, почему. Потому что первое, даже если он придет и это все продекларирует, то там процентов 40 населения уже живут иллюзиями. Понимаете? Для них это будет дорога в сраную рашку в то время, когда их ждет золото-бриллианты в ЕС. О том, что в ЕС золото-бриллиантов точно не будет, они в это не верят. Потому что это красивая сказка. Понимаешь? Плюс, если даже они присоединятся где-то к Польше, Польше их не потянет. У Польши нет денег. Польша вообще сама по себе это страна третьего технологического уклада. Она даже не входит во второе. Она сама ничего не разрабатывает. Это сборочное производство. И сама живет на дотации. У нее там, по-моему, процентов 12 ВВП. В общем-то, так или иначе формируются благодаря европейским вот этим всем дотациям. Сейчас они будут ковидные дотации получать. То есть там тоже нет никаких плюшек. А Польша делиться с ними своими плюшками не будет точно. Польша может их взять в качестве колонии, которой они высосут в период вот этого большого бодобума. То есть когда сейчас начинаются вот эти кризисные явления. Для них это будет такая определенная подушка. Там ресурсная, там дешевая рабочая сила, например, еще чего-нибудь там они из нее вытащат. Может быть какая-то помощь, которая будет интеграционная там даваться Евросоюзом в Белоруссию, но через Польшу. Это все они замкнут на себя. Но это только чтобы пережить. Это старая английская поговорка. Что умри ты сегодня, а я завтра. То есть у поляков нет ресурсов. У нас даже надо очень хорошо подумать, чтобы найти ресурсы для интеграции Белоруссии. Это серьезные вложения. Но мы никуда не денем те 40%, которые вечно будут недовольны. Понимаешь? Ну да. То есть и вот этот вот недовольный актив, он будет той головной болью, а он для этого и создавался. То есть ребята, которые создают его, благодаря батьке, потому что батька сам себя как бы перехитрил. Ребят, которые его создают, они создавали в том числе и для этого. Поэтому придет там анти-батька и скажет, ребята, мы готовы, мы будем еще. Батька его создавал для того, чтобы шантажировать Россию. Получается, что он как якорь у него на ногах повис. Ну, он как бы сам себя перехитрил. То есть в данной ситуации он вырастил сам себе того бульдога, который его создал. Могильщика, да. Да, могильщика. И самое, если честно, самое большое преступление батьки вообще перед белорусским народом, это именно то, что он создал все, чтобы этот белорусский народ не вошел в Российскую империю. Понимаешь? Он, закрывая, он являясь, в общем-то, реальным олигархом, белорусским олигархом, который живет на ресурсах этой страны и который он приватизировал, по факту он их приватизировал. И здесь белорусы абсолютно правы. Батька им надоел, он всем надоел, он приватизировал эту страну и ради своих амбиций, чтобы почесать свое эго, он сделал все, чтобы эта страна в ближайшее будущее не вошла в Российскую империю. Империя имеет в виду не как государство, а как наше определение. Образование. Да, чем хороша империя? Империя назначает, империя сама пишет правила игры. Понимаешь? И тот, кто пишет правила игры, тот получает от этого максимальный бонус. Все остальные под эти правила начинают подстраиваться. И империя получает основные все бонусы от всех вот этих вот процессов. А все остальные уже работают на эту империю. Хотят о них, думают, не думают, они от нее всегда зависят. Поэтому всегда и каким-то образом ей что-то это оплачивают. Так вот белорусы могли войти в эту империю как равные среди равных. То есть они не смогут зайти в Европу как равные среди равных. Там есть болгары, там есть румыны, там есть еще много к которым относится. Там прибалты, к которым относятся через губу. Они никогда не будут в Европе как Германия. Они никогда не будут в Англии как англичане. Они никогда не будут во Франции как французы. Они будут как младший-младший партнер, которым нужно пнуть, он ничего не скажет. А в Россию они могли войти как равные среди равных, потому что мы такими всегда были. Но сейчас уходит наше поколение, твое поколение, еще 40-летние чего-то помнят. А 30-летним Белоруссия не нужна. Для них это дальний родственник, который все время что-то ноет, что-то выпрашивает и пытается еще шантажировать. То есть он себе еще ауру портит, потому что шантаж, он же всегда подразумевает... Что такое шантаж? Это угроза. И когда ты, ладно, угрожаешь, там, пуделю угрожает, я не знаю, там, пуделю, это одно. Но когда ты угрожаешь пуделю, да угрожает медведю, это немножко смешно и обидно. Чем они могут? То есть вот сейчас смотрел там интервью, ну, если вот, значит, Россия потеряет Белоруссию, то, соответственно, сюда зайдут натовские войска, и ему говорят, ну и что? Вон натовские войска в Прибалтке стоят, и что? Ну, тогда будет санитарный кордон. А в чем санитарный кордон Польши отличается от санитарного кордона Белоруссии? Он же уже существует. То есть Украина, Молдавия частично, да, соответственно, Польша, Чехия. Это уже санитарный кордон. Ну, прибавится сюда Белоруссия. Чем, что от этого изменится? Ничего. Потому что, знаешь, в чем дело? Дело в том, что изменилась уже немножко тактическая структура. Если для нас подлетное время с Белоруссией, если они в Белоруссии стояли, ну, лет 20-30 назад, это было критично, потому что у нас не было таких ресурсов, то теперь, когда появились гиперблоки, которые там скорость звука там в 12-15 раз выше, то теперь уже эти 2-3 минуты, они уже не сильно влияют. Потому что в Белоруссии гиперзвук пролетает там за минуту. Раньше бы летели полчаса, грубо говоря, понимаешь? Это раз. И здесь еще другая вещь. Потому что до сих пор многие вот наши восточные партнеры, они до сих пор еще евроцентричны. Им кажется, что Европа такой будет всегда. А ситуация уже изменилась. У меня родственник, ну как, у меня доверенная сестра вышла за англичанина, за настоящего, замуж. А он один из таких серьезных руководителей в очень такой международной крупной структуре. И мы как-то с ним в 2007 году пьянствовали. И обсуждали там различные вариации. И он сказал, да, мы уже знаем, что Европа заканчивается. Мы все наши офисы переносим в Сингапур. Основная точка роста будет Азия. И они потом в 2008 или 2009 году туда и уехали. Понимаешь? То есть уже в 2007 году было ясно, что Европа, а Европа это загибающийся актив. То есть прошел вот этот, как мы с тобой обсуждали, что Европа началась вот с этого 14 века. Она прошла этот цикл паразитический, пиратский. И сейчас она возвращается к тому, чем она была. То есть основные производственные мощности сейчас это Азия. Там, извини, там 3 миллиарда жителей. И Китай со своими этими полутора миллиардами работящих ребят. Все. И мы тоже начинаем туда разворачиваться. И тогда в этой ситуации вот этот санитарный кордон от Европы, он закрывает не нас от Европы. Он закрывает Европу от нас. Потому что мы ресурсы. У нас есть сильно нормальное вооружение. Мы сможем себя отстоять. И единственный, наверное, на планете, кто может себя отстоять. Сейчас уже американцы под вопросом. Потому что то, что у них там творится. А вот Китай много чего не может делать. То есть, понимаешь, у нас есть ресурсы. Мы можем себя отстоять. И у нас огромная территория. Смысл нам развивать кого-то, вкладывать в него деньги, когда мы можем эти же самые деньги вложить в Кострому. Там жили наши бабушки, которые пережили там и войну, и на которых мы всегда могли опереться. И там будет мультипликатор 1 к 4 или 1 к 7. И сразу теряется. А вот у белорусов еще есть такое ощущение, что они там являются транзитной страной. В том случае, если Европа сохранится в этом статусе, она уже не сохранится. Они уже сами об этом говорят. Макрон в 2019 году выступал перед французскими послами. Французский посол в любой стране – это информационная единица. Они определяют будущую политику. Они знают, кто куда идет, какие цели ставятся. Так он им сказал, что если Европа не реформируется, то мы превратимся в регион стран третьего мира. Потому что ресурсов нет. Завоевать новые рынки не могут, потому что нет силового ресурса. Огромная социальная... И еще, понимаешь, и еще с Россией срутся, которая могла бы дать ресурс. А они не сами срутся там. Ну я понимаю, что они... Я прекрасно понимаю, что они сами. Они, может быть, и не хотели бы, но от них уже ничего не зависит. Они не то, что не могли, они точно не хотели. На учреждении едет в Вашингтон, чтобы сказали, ну да, ладно, девушка, рули. О чем? И немцы об этом говорят. Они сами говорят, мы оккупированная территория, мы не суверенны. Понимаешь? И в этой ситуации, конечно, вот эта вот надежда белорусов, что они будут там транзитными, санитарными, если они будут санитарным кордоном, то всем станет плохо. Оно воспринимается немножечко... И вот последняя там еще была такая, ну вот вы типа богатые, вы нам типа денег дайте. Вам-то что, жалко, что ли? Мы типа родственники. Ну и нам сказали, ребят, ну вообще-то мы именно для вас крышей. На вас не нападают, вас не грабят. Польша типа хотела зайти, да, морду набить. Мы сказали, ребят, не надо. И все успокоились. То есть мы крыша. И вообще не крыша платит терпиле, а терпила платит крыша. Поэтому если вы хотите дальше жить спокойно, определитесь, чем вы нас можете заинтересовать. Как с НАТО, понимаешь? Не надо платить за то, что оно там стоит, а страна платит за то, что у нее стоит НАТО. Да, да, да. А у них, понимаете, типа, ну мы же у вас это, мы ваши последние союзники. Понимаешь? Это тоже опять смех. Вот если смотрим, например, иракская эпопея, то есть американцы зашли в Ирак, там помахал пробиркой со стиральным порошком и нормально вошли в Ирак, херакнули всех, полтора миллиона трупов, три миллиона там инвалидов, разбили всю страну, грабанули все музеи, до сих пор там еще конца окрая не видно, сколько народ там погибло, это уже никто не считает. Так кто там засветился? Вся Европа засветилась, вся Европа. Даже Дания сраная, которая вообще какая там, три трески, блядь, на четырех квадратных метрах. И то они туда что-то послали. Так что еще интересно? Туда грузины приехали. То есть, понимаешь, что такое союзные отношения? Они даже не союзники, то есть они не союзники по блоку, они просто дали пинка, и грузины поехали. И украинцы были. Ты понимаешь? В Ирак приехали все. Вот что такое союзные отношения. Поэтому, когда белорусы говорят, вот мы союзники, ребята, вы, мы союзники. Вы же Крым не признали. Да, вы даже Крым не смогли признать. А по идее вы должны и в Чечне были отвоевать, и в Сирии с нами поприсутствовать и так далее. Как европейцы. Хочешь, не хочешь, а хотеть надо. А делать трусы и побежал бы. Ну да, ты согласен. Вот что такое союзники, понимаешь? И не союзники, и не экономика, и дайте денег за что? Потому что мы вас любим. А точно любить? Ну мы вас не любим, но деньги все равно дайте. Ну и как это? Ну понимаешь? Это что, идеология страны? Суверенно. Знаешь, твои рассуждения, как холодный душ для многих, ну для меня в том числе, я тоже, я хоть и человек прагматичный, понимающий все эти процессы, но все равно, знаешь, есть такая вот червячок надежды. Ну, я же не потому, что я такой жестокий, да, летом. Нет, 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 нет. Все правильно ты говоришь. Я, знаешь, тут мне там даже писали, ты понимаешь, почему именно тебя выбрали для слива этой информации? Я говорю, слушайте, это, понимаешь, почему меня выбрали, потому что я красивая, да? Ну, согласись. Ну, естественно. Голубые глаза, да? Единственные на канале. Вот. И понимаешь, но... Нет, я скажу, почему я тебя выбрал. Потому что я вообще не был никакого желания, и мы там обсуждаем, и я понимаю, что все равно многим не донесу эту информацию, потому что у людей есть надежда, надежда умирает последняя, а я, получается, ее рушу. Я подумал, как и сволочь в одном лице, в одном флаконе. А вот почему? Потому что я смотрел твои стримы, и, ты знаешь, мне понравилось, что ты, не являясь экономистом, не занимаешься геополитикой и все остальное прочее, у тебя правильно мозги настроены. То есть где-то, я не знаю, с чем это связано, какой-то, может быть, чуйка, может быть, то, что там жизненный опыт. Женская интуиция, да, и опыт. Но у женщин вот эта интуиция, это серьезная вещь. Вот. У тебя, понимаешь, у тебя правильно, то есть у тебя картина мира правильная стоит. Знаешь, есть такое выражение, кто ясно мыслит, тот ясно формулирует. И ты иногда сложные вещи правильно, в общем, формулирует. Вот. Поэтому я и решил на тебя выйти. Я могу на кого-то других выйти, но мне там с ними не сильно интересно. По разным причинам. Вот, например, да, с уважением отношусь вот к этому, Саша, там, четвертое измерение. И знаешь, почему? Потому что он одно и то же, каждому новому долбодят. Не дойдет. И в итоге дойдет, да. Я обожаю его тоже. Да, ты знаешь, вот тут там нервы, как канаты, знаешь, все помнит, все знает. Его там посылают, с ним там ругаются, он там последовательно-последовательно. То есть вызывает уважение. Я, мир, так не смогу. Но, с другой стороны, я понимаю, что это надо сделать кому-то. То есть это миссия. Твоя миссия, там, моя миссия, его миссия. Вот. И он свою выполняет шикарно. Я так не смогу. Но смысла в этом, понимаю, в чем нет. Он, смысл в этом нет по другому причине. Он объясняет юридические вещи. И он объясняет их правильно. Но человека все равно не поймет никогда. И он не поймет по той причине, что он не юрист. И даже еще хуже. Там от парадокса идет. Вот все судебные процессы, это конкурсное состязание профессиональных юристов. И во всех этих судебных процессах один юрист неправ. То есть он неправильно читал законы, хотя он профессионал. А иногда бьются целые команды, и все равно кто-то неправильно читал закон. В этой ситуации, сколько бы он там не бился с ними, все равно решает суд. Они могут все законы читать, они будут профессионалы такие, что там штамп на жопу у них где ставят, и все равно кто-то будет обосравшийся. А потом вступает казус Трампа, когда Джулиани, это там юрист у них звезда, который там посадил всех гангстеров в Нью-Йорке, они обратились в Верховный, ну там судя там в Луизиане, подожди, в Неваде, там еще где-то, на Сильвании. А судья посмотрел и сказал, да пошли вы себе в жопу, я разбирать это не буду. То есть понимаешь, и юрист, и с одной, и с другой стороны, и повод какой, фальсификация выборов, то есть захват власти, то есть круче этого вообще ничего нет. Стоят свидетели, которые под присягой дают показания. А судья говорит, да пошли вы все в жопу. Понимаешь, вот все, что есть в этих юридических баталиях. Поэтому объяснять это все, это бесполезно. Если подняться на ситуацию, как я говорил, да и получается, что не имеет значения юридически. Ты можешь читать все, что угодно. Да, это понятно. Слушай, вот знаешь, все-таки мне бы хотелось еще, да, мы сейчас этого уже будем завершать, да, я разобью наш этот разговор на две части. Вот, как раз получилось полтора часа. И очень, ну правильно, вот мне кажется, надо доносить, понимаешь, все постсоветские страны должны наконец-то понять, что Россия уже давно не дойная корова. И что за, как бы, понимаешь, не Россия должна бороться за нас, мы ей не нужны, понимаешь? А мы должны за нее бороться у себя внутри страны, понимаешь? За то, чтобы Россия к нам пошла, да, или взяла нас в какую-то свою орбиту, там, или экономическую. Я вот недавно говорила, что мы, если, вот Россия, она сейчас разогналась, она как локомотив. И вот мы, вагончики, если не зацепимся, то нам, понимаешь? Мы должны внутри каждой республики именно вот эту, во-первых, бороться с этой русофобией, которая процветает в наших республиках все просто диким, диким каким-то цветом, понимаешь? Это первое. Второе, мы должны как-то еще свой голос, ну, свой, вот, начинать, ну, вот я почему и говорю, да, я почему подчеркиваю, что я именно молдаванка, понимаешь? Не переселенка, да, я молдаванка, да, именно. И я вот так понимаю. И моя история, история моего народа, да, она тесно связана с Россией. И всегда, когда мы идем в контакт с Россией, мы расцветаем, понимаешь? У нас, ну, и наша территория, все, все вот это, понимаешь? Как только мы отрываемся от России, понимаешь, у нас идет пропасть. Вот, поэтому именно, и, понимаешь, логику, мы все, все время многие, знаешь, думают российскую логику, что вот Россия должна за нас бороться. Ни хера не должна, понимаешь? Абсолютно. Поэтому ты очень правильно все озвучиваешь. Как бы мне, может быть, тоже некоторые моменты больно слушать, понимаешь? Потому что мы с тобой все-таки одни, понимаешь, советские. Все, моя столица, все равно осталась Москва. Вот оно так, понимаешь, у меня было. То есть моя страна, ну, ладно, это второй вопрос, это уже какие-то, знаешь, такие сантименты, которые нафиг не нужны. Вот, но мы должны понимать, что такое Россия сейчас, и что мы для России сейчас, и что она для нас сейчас. Вот, вот. И ты очень правильно все говоришь, и я готова тебя слушать и выкладывать, и пусть все слушают, делают выводы, и, в общем, все, мы еще с тобой обязательно встретимся. И следующий разговор у нас будет... Я думаю, надо про Украину. Почему? Потому что там есть чего. Пытаться их переформатировать. Но, что я хочу сказать. Почему эту реальную информацию надо знать? Потому что, если вы принимаете какие-то решения судьбоносные на основе ложных посылов, у вас будет жопа. Да. То есть здесь какая бы правда ни была, она должна быть такая. Вот она честная, и на основании ее сразу становится проще понимать, куда движешься, что надо делать, и куда бежать в случае, когда вспышка слева, вспышка справа. Как в ОМП, да? Да. Ну что, пока на этом-то заканчиваем, да? Да, да, да. Спасибо тебе большое. Огромное спасибо. От всех моих зрителей, кто меня смотрит, я огромный привет. Я не знаю, я все комментарии прочитываю. Ну, я прочитал, да. Вроде я даже удивился, потому что я думал, что меня будет кошмарить там со страстной силой. Я сама думаю. Оказывается, основная масса-то разумная. Это нам кажется, что говорят, что они все такие лопоухие. Нет. В общем, основная масса разумных людей, и они понимают, где находится реальность, а где находится желание тебя обмануть и ограбить. Да, для мечты. Хорошо, спасибо тебе большое. Созвонимся. Да, обязательно. Давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.